Первая часть посвящена нашему опыту, которую мы накопили за последний год работы совместно с РЭЦ. Это может быть интересно, а второе – это возможности взаимодействия между сегментами разработки софта, то есть разработчиков железа, которые очевидно сейчас стали практическими потребностями в нашей работе. Как первая, за последние месяцев восемь у нас прошло несколько мероприятий, которые мы сделали вместе с РЭЦ. До этого в 2015 году РУСОВ выбрал конкурс РВК и на деньги РВК организовал пять зарубежных мероприятий, тем самым он немножко восстановил свой опыт, который мы имели по организации зарубежных мероприятий за уже 18 лет. А вот с РЭЦ мы провели сейчас следующие мероприятия. Первая – это была бизнес-миссия в Индонезию, и там мы возили, я не помню, 10, довольно много. Интересная была очень миссия, там, в Индонезии и в Акраине. Потом мы сделали программу, бизнес-программу для участников выставки G-TEX в Дубае. Там было два больших стенда, и мы организовали целый ряд мероприятий для участников этих стендах. И для тех компаний, которые не участвовали на стендах, просто приехали на G-TEX посмотреть, а в целом получилась довольно интересная программа. После этого мы организовали бизнес-программу на выставке Africa.com в Крептарме. И тоже там была не так новая компания, она очень интересная. И многие компании до сих пор работают, и я думаю, что они будут получаться в этом рынке. А в январе мы организовали программу для участников выставки консумер-электронных шоу в Глаз-Вегате. Там компаний было не так много, но тем не менее, кто поехали, все были довольны. К тому же организовали им встречи с российскими людьми, которые в Америке живут и занимаются поддержкой продаж российских продуктов и услуг в Америке. Это тоже было довольно полезно. А сейчас через неделю уезжаем в Барселону, там на Global World Congress мы организуем тоже программу для участников выставки. И для тех компаний, которые на выставке не участвуют, мы приехали туда, и будет там быть огромным. У нас пакет встреч с бельгийцами, с голландцами, с французами, два больших семинара по безопасности мобильных решений корпоративных, еще одна тема. В общем, довольно много активностей. А следующее мероприятие, которое будет 19-го и 20-го марта, это мы делаем бизнес-миссию в Индию. Мы договорились давно уже с Тарпрессу Российской Федерации, что мы в эту бизнес-миссию включаем мероприятие, на которое придет министр Орешкин, который приезжает в Индию, встречается с таким же министром Ганоиды Индии. Получается довольно большое такое мероприятие в первый день 19-го с Орешкиром и с индийским министром в ДПП Индии при поддержке Тарпрессу. Потом второй день мы делаем уже специализированный бизнес-миссинг для нашей компании. Я вот уже письмо прислал, будем рады видеть ваших представителей, ваших компаний в этой бизнес-миссии в Индии, потому что Индия на самом деле сейчас представляется очень-очень интересным, конечно, рынком. Там огромные контракты, тендеры, все равно тендеры построены, огромные тендеры, за которые бьются крупнейшие вендоры, а есть слой тендеров чем пониже, которые, ну, как и из компаний как бы западло крупным вендором, а вот для наших компаний среднего объема вполне можно участвовать. Поэтому я вот просто конкретно предлагаю, вот посмотрю материал у Ивана, посмотреть анкету, которую надо заполнить, присылать и участвовать в этой миссии. Так вот, у нас экспорт софта или услуг по его разработке, он делится на такие сегменты географические. Америка и Европа – это в основном сегменты продажи услуг по разработке софта по инжинирингу. Санкции, несанкции, геополитика. За прошлый год рост продаж в Америке у ряда компаний стоят 20%, что просто удивительно, мне кажется, там происходит смещение. Вот они давят-давят на нас своими санкциями, антироссийской риторикой, тем самым вызывая больший интерес. Русские хакеры молодцы, значит, и русские программисты уже молодцы, значит, они сделают классную вещь, которую у вас заключается. Короче, непонятно почему, но идет рост продаж в Америке в тех сегментах, которые не связаны с тремя сегментами, которые официально запрещены и на которые окладывают санкции. Это финансовый рынок, это государственный рынок, это рынок безопасности. Вот там вытесняют финансы из этого рынка. Зато в других рынках, наоборот, все рады, все говорят, что мы только числый бизнес, нам наплевать на санкции, а если банки разрешают, то мы все еще будем продавать. Поэтому вот явно выдавливание из двух сегментов идет и касперских выдавили оттуда, но зато идет рост в других сегментах, и там интерес к России высокий, потому что уровень технологий, которые дают российские программисты, он очень высокий. И отказаться от него, это просто невыслимо. Вот в Польше, например, там Топарий Турконф поставил во все польские лузы свои системы видеоконференции СССР. Только один луз, электр, сказал, я нас перед Становым, русским не дам ничего, а все остальные берут российский суд, потому что он лучший. Вот этот американский рынок, рынок Восточно-Западной Европы, он тоже такой сложный, они тоже такие осторожные, но в Германии чувствуется вот это протестное настроение против санкций, которые убьют в первую очередь. к немецкому бизнесу, и они ищут пути, как бы работать с нами. Вот пример это. Конечно, вот SAP, который ищет все время пути уже так на грани фола, участвуют в этих мероприятиях, и хочет взаимодействовать. И другие немецкие там поли также хотят взаимодействовать. Но вот все-таки там в Европе роста такого большого нет, он в некоторых есть, но падения уже нет. В Америке в этих сегментах трех – это падение, в других – некоторые рост, в целом, на американском рынке тоже какой-то рост можно отметить. Потому что некоторые по 20% дают, они сразу помогают нам международствовать. А вот рынок, который совершенно четко развивается очень сильно, и хотя он не зарубежный, но это рынок великих стран. И он, в принципе, по-многому похож, потому что там после Викиликса, Сноудена, всех ощущения того, что и подслушивают старший брат, контролируя, что не делают это, всем уже становится понятно. Им нужно альтернативное решение, которое могли бы заменить решение крупных американских людей. Это движение, оно выражается и в мнении государства, и крупного бизнеса, и оно транслируется в интерес к российским решениям. Ну и вот, с этой точки зрения, мы в этих, наверное, развивающих рынках, начинали с того, что пытались проходить уже давно в качестве субподрядчика для крупных вендоров, такая-нибудь авая, а у нас там располагают голосы внутри. И мы довольны, что мы продаем это и авая, и располагают голосы, они нам дают деньги, а потом, как вы здесь говорите, в четырех раз увеличивают цену, и продают уже по нормальной цене, которые их вожают вот такая, а у нас вот такая. Поэтому стали компании, понимая, что могут уже претендовать на крупные решения, группироваться в консорцию. Вот это очень важный тренд прошлого года. Компании российские, производящие разные блоки, куски, программы, начинают сгруппироваться в консорцию, которые выходят на более крупные тендеры, где претендуют на победителя всего тендера, соответственно маржа, потом поддержка всего этого, выбирают себе генеральный исполнитель, лидер консорциум, который этим занимается. Первый пример это был Вьетнам, когда в центре еще технологии, потом собраты из компаний, выступили в тендере совместном, для поддержки рейса тендер-магерами получили необходимые залоги, гарантии и так далее, и для галлютента довольно большого. Это, конечно, была большая победа для того, чтобы эту идеологию, технологию создания консорциумов развивать. А, как вы понимаете, любое комплексное решение предусматривает железо. Поэтому мы сразу же остались с нами, кто же из тех, кто может сделать железо, может участвовать в каких-то консорциумах. И в поездках, которые мы делали в Индонезию, в Дубай и так далее, практически везде есть компании, которые делают железо. Вот наши такие большие друзья, это Т-8, Байкал Электроникс, там есть компании, которые делают водовую железную музыкальную систему всевозможную. Вот они чаще и чаще едут на эти мероприятия и включаются в формирование таких консорциумов, которые могут продавать уже большие проекты большим этому объему. В направлении, в которых можно это позволять, в первую очередь, безопасность. И вот безопасность Воли Касперского, она таким координирующим этим звеном, который притягивает другие компании и пытается создавать комплексные решения. Это группа IT. Вот они сделали для корпоративной безопасности, пригласили InfoWatch, Infotex, там еще ряд компаний, сделали такое корпоративное решение, защищенное для корпоративной сети безопасности. Вот это движение консорциумов, оно очевидно, оно явно положительное, оно явно дает эффект. Я вас призываю думать, как присоединяться к этому движению, больше знать о том, что мы делаем, и самим унициировать такие консорции. Вы продаете свое железо уже, рассказываете столько примеров интересных. Подумайте, как скомбинировать, что пьете какие-то пакеты, посмотреть, чего вам хватает, и уметь с этим выходить. Умный, безопасный город, вот движение классное совершенно. Вы знаете, есть такое движение экспорта безописиологической безопасности, которое возглавляет Андрей Безургов, вот там. Это движение, мы стесним, мы и выезжаем в Третий мир. И там, для умного города, есть целый блок. Там столбы, на которых высяг, и 5G там стоит, в них там стоит контроль за освещенностью. Очень много-много всего стекла навешивается, а в результате получается комплексное решение, которое много разного железа может быть применимо, естественно. Теперь важный вопрос по поводу РЭЦ. Вот мы с РЭЦ были знакомы с самого начала, когда только еще формировалось движение, и тогда у меня была полнейшая оплатя, потому что РЭЦ представлялся как орган, который поставляет финансовые гарантии, дает им кредиты и так далее. Все то, что для разработчиков, это просто неприменимо в принципе. У нас нет никакого имущества, залога никакого нет, поэтому нам дать спасибо за внимание. И мы долго-долго как разговаривали с РЭЦом, и пытались им рассказать о том, что нужно на IT-шне. И постепенно, за какое-то довольно короткое время, РЭЦ соревновался в качестве очень профессионального партнера для IT-компании. И первое, что мы делали, это снижение стоимости участия в выставках. РЭЦ дает 80% стоимости, сразу же оплачивает стенды и строительство, а вот 20-20%. Вроде все правильно, классно, хорошо. И это работало, да, на первой выставке это работало без отказа. РАНУ дает деньги на бизнес-миссии, давал деньги на бизнес-миссии, что чрезвычайно эффективно. Потому что на бизнес-миссиях мы сами заранее назначаем митинги, через партнеров, через местных российских людей, которые там живут, назначая митинги правильные и с правильными людьми, которые уже подготовлены, потому что привели такие же русские классные парни. И это эффективно. Мы задействуем торпец, задействуем посольство. Они с большого уровня бомбят крупные группы, которые приходят на эти встречи. Это очень эффективные суммы. Это все было сделано, это хорошо. Следующий РЭЦ предложил сделать представительство бизнеса за границей. Или торговые дома за границей, или представительство бизнеса коллектива. Подарят компании, дарят своих людей, и там что-то пошло. Ну, такой сейчас офис готовят в Индии. Потом он будет во Вьетнаме первый, по-моему, в Германии планируется. Мы готовим такой офис в Индии. В Индии, я вам сказал, колондайк, туда нужно идти организованно, иметь там протяжку регулярную, и постоянно работать с местной высоковольной диаспорой, которая просто индийская, индийская, не индийская, население, которое на самом деле очень богатое, которое очень влиятельно. Прозвучались названия северной компании, облилая на северную группу. Это реально статор крупнейшей биоплесной автомобиле по количеству автомобилей. Это очень крупные и большие бизнесы, которые вполне трудно бороться с российскими поставщиками. Вот это все положительно. Положительно то, что комплексные проекты могут получить разную поддержку. И кредиты, и гарантии, и валюты, которые для данной стороны для нас трудно получить, они не могут через свои возможности получить платежи в разных валютах, то есть амирность через собой такая. Все это положительно. Но вот в последнее время понятно, что РЭЦ живет, если не у враждебной, то в сложной обстановке. В российской сложной экономической и политической обстановке. Поэтому, к сожалению, в выставках они обнимают операторов, но оператор не платит. Оператор закладывает свои услуги, повышение цены. Соответственно, вы приходите к оператору, он продает вам цену выше, чем цена, которую можно купить ему на выставке. И вы снижаете 8% и все равно цена, наверное, большая остается. Вот в Америке, например, было очень дорого ехать уже. Компания отказывает, потому что очень дорого ехать. Есть некоторые альтернативы. Например, в Индии, в Китае сделают так. Вы бы поехали сами на любую выставку, которую хотите. Заплатили за все, поучаствовали, приехали, дали течить, и вам заплатили 58% обратно. И поскольку вы работаете в каком-то сегменте узком, вам нужно быть, и там всего вы, и там еще пара компаний. И вам не набрать 8, которые необходимы, чтобы был коллективный стоит. К сожалению, вот это пока в России не работает. Он не раз пока этого сделать не может. Он это делал, он хочет это сделать. Но он в атмосфере, когда Минокоморазвитие, Минфин, который постоянно мешает, Минпромтор, они все как-то пытаются, говорят, не позволить реализовать его потенциал. Если беда смеси, то сейчас такая тенденция сократить, конечно, беда смеси, только теми, которые делают министерства. А министерства, значит, сельхоз, айти, танк и все остальное, все это одна большая делегация. В такой делегации нифига вы не придадите. Нам нужно уметь специализировать делегацию для того, чтобы она работала в какой-то сфере, которая может привлекать к себе внимание потенциальных заказчиков в этой сфере. А иначе просто политическая работа, политическая подготовка с министром, с ним поговорить. Это тоже, к сожалению, сейчас с беда смесием и сокращается сфера беда смесием, и это неправильно, это обидно, и надо с этим бороться. Но сам инструмент РЭЦ – это абсолютно правильный инструмент. Мы за то, чтобы он был и создан, подоролись лет, наверное, 10-15, доказывая президенту неоднократно и всем министерствам, что во всем мире такие инструменты есть, и без него просто невозможно конкурировать на глобальном рынке. Другие инструменты. Вот инструмент такой, мы сейчас находимся на пороге 6-го асимонического клада, кто-то формируется, и он формируется за счет того, что собираются на использовании киберфедичной системы. Человек выбирается из контруправления сложные процессы и включается в киберфедичную систему, которая сама анализирует, принимает решения и контролирует какой-то сложный процесс в энергетике, это умной энергетике, либо в телемедицине, либо в беспилотном транспорте. Все это киберфедичные системы. И в этих киберфедичных системах нужна необходима новая инфраструктура безопасности, потому что при старом подходе, когда у вас есть устройство, потом к нему прикручивается безопасность, такой подход не позволит никакого регулятора разрешить использованию всего два разных. Потому что если оно пойдет на лилии передачи, еще куда-то очень большие риски. Регулятор во всем мире старается сдерживать процесс внедрения этих новых технологий. Единственный путь – создание новой инфраструктуры безопасности, которая основывается, например, на передаче ключей по кладу канала, чтобы вкладывать криптографию. Или нужна интегрированная безопасность. Эта доверенная среда включает российское доверенное железо, российское доверенное софт базовое и предложение российского софта. Вот эта доверенная среда и интегрированная безопасность требует, чтобы мы в процессоры включали свой софт, гиперевизор, вот и занимаются коскетами. О чем, почему я этого так говорю? Эта новая инфраструктура означает, что мы можем выйти с таким огромным комплексным решением, которое заберет все потенциалы нашего производства в этот большой проект. Вот у нас проект «Безонинеразисий Клантовый путь», который предусматривает передачу перехвата всего трафика, дата, всю восточную Азию Европу, чтобы шел через Россию и Китай. И тем самым это такие огромные совершенно пентабайты, которые пойдут, мы должны их поддержать, в безопасность, включить, когда по кладу канала, мы должны быть общий новый стандарт, и тогда вот этот огромный трафик, за который мы получим с их стороны огромные деньги, пойдет под таким путем, а вы должны поставить доверную среду. Тогда это получается уже миллиарды долларов, которые мы вместе с вами получаем, что мы произвели эту продукцию и оттеснили других конкурентов. А если мы оттесняем других конкурентов, мы снижаем их долю, снижаем их производство и потенциал доминировать в маркетинге. Потому что они доминируют очень большие деньги. Чем больше денег у нас, тем больше можно копировать в деньгах в интернет-маркетинге. Поэтому такой глобальный проект типа «Ебресия партового пути» это, конечно, классная вещь. И спутники должны быть запущены, будет группировка спутниковая, наземная, которая покрывает всю Евразию сейчас. А, естественно, параллельно мы идем в Африку и предлагаем Южно-Африканский Республик, ту же систему, с теми же стандартами, российскими стандартами. И тогда ваши технологии железные будут применены в Южной Африке, во всей Африке в целом. То есть вот эта борьба за глобальные рынки и использование инструментов того же «РЭЦ» чтобы помогать таким глобальным большим проектам. Они, может быть, длинные, но тем не менее, это единственный путь, чтобы через 3-5 лет мы вышли на уровень 10-15% мирового рынка, и вы тогда будете продавать не по одной штуке, а для этого 10% будут сегменты мирового рынка. Вот этот инструмент, он может быть сложный понимать, требует большой господдержки, но тем не менее мы сейчас к этому так пытаемся идти.